Воздушная японская архитектура, национальные костюмы и другие атрибуты этой восточной культуры представлены в новой выставке. Педагоги и воспитанники архитектурного отделения Дэши тщательно изучили специфику искусства страны восходящего солнца и отразили ее в своих работах. У культуры Японии особая философия, особое мировоззрение. Они совсем по-другому смотрят на мир. Мы пытаемся открыть японскую культуру через архитектуру. Детям нравится архитектура Японии. Они сразу обращают на необычные крыши японских пагод, называют их улыбающимися. Выставка посвящена году японской культуры в нашей стране. Воспитанники детской школы искусств выполнили свои работы в графике, а также в форме плоскостных и объемных макетов. На создание некоторых экспонатов у юных архитекторов ушел практически год. Мы попробовали новую такую технику, как объемная иллюстрация. На макете представлено. Создаются несколько планов, каждый план вырезается из бумаги, и потом это составляется, получается объемная иллюстрация. Они называли ее 3D-иллюстрацией. Перед тем, как на свет появляется сложный архитектурный макет, проходит несколько этапов. Одна из первостепенных задач – придумать тематическую сказку и нарисовать к ней иллюстрацию. И только потом приступить к воплощению в жизнь итогового варианта. Япония такая нежная, сливается с природой, потому что для них это очень важно – природа, архитектура, все должно быть в гармонии. Увидеть экспонаты выставки можно будет до конца января. В новогодние праздники в Музее народной игрушки пройдут тематические мастер-классы, посвященные японской культуре. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.